Современные возможности, перспективы дальнейшего развития К нему маленькое приложение УЗИ Точнее по функции УЗИ Это основная лошадка рабочая А дальше томограф Гибридная система Они появились первые такие гибридные системы Сочетающие ангиографические возможности ангиографии Компьютерной томографии в Японии Очень много в это было вложено В этот проект И очень важно подчеркнуть, что ангиографические Они изначально для эндоваскулярных вмешательств А КТ для через кожных процедур Было такое решение предложено Оно, конечно, очень сложно технически Технологически достаточно дорогое Но, по счастью, появилась плоскодетекторная компьютерная томография О чем мы говорили утром И вот хочется показать Первый сериограф Известной компании Который появился очень давно Вот так вот он выглядел Это был действительно сериограф То есть первая ангиографическая установка И вот то, что мы имеем сегодня Сегодня мы имеем вот такую вот машину Которую не только я показал Так сказать, как далекое будущее А сегодня нам убедительно Из Уфы доктора продемонстрировали Что она уже работает Так вот, вопрос Является ли это линейным ростом технологическим Или нет? И ответ такой Конечно, нет Потому что создание технологии Плоскодетекторной компьютерной томографии Привело к полной смене парадигмы В рентгеноперационной Потому что операционное простанство Больше не является в рентгенохирургии плоским Как было всегда Оно стало трехмерным При этом трехмерным в режиме реального времени Да, с использованием дополнительных опций Да, с использованием каких-то условностей, программ Но тем не менее это так Так в чем же преимущество Плоскодетекторной компьютерной томографии? А их достаточно много Во-первых, самое важное Что это открытый контур гентри Это очень важно как для хирурга Так и для бригады анестезиологической Это высоковременное разрешение Быстрая скорость сканирования И технология эта, заметьте, она развивается Если спиральная, в общем-то, подошла к своему возможностям То ПДКТ только начинает развиваться Очень высокое пространственное разрешение Доступность В чем доступность? Поясню У нас, сколько я не знаю, отделений Рентгенохирургических метров диагностики лечения В онкодиспансерах существует Но по идее в каждом из них должна такая система стоять В рентгеноперационной Ну и единственная технология Позволяющая выполнять стереотоксическую 3D-навигацию В режиме реального времени Потому что спиральный томограф Все-таки немножко Это не та технология Это не стереотоксис И не в режиме реального времени Применение ПДКТ в онкологии Я имею в виду в интервенционной онкологии Исключая все неотложные вмешательства Исключая биопсии и так далее Вот применение на сегодняшний момент С доказанной эффективностью таковое Диагностика и лечения гепатоцеллярного рака Диагностика и лечения метастазов печени Диагностика и лечения рака почки Диагностика и лечения опухоли легкого Множество других возможностей Гепатоцеллярный рак. Какие технологии полезны, какие востребованы на сегодняшний момент? Конечно, диагностика первичных узлов гепатоцеллярного рака, только что об этом говорили, но и диагностика внутрепеченочных метастазов. Черескожно-энергетическая абляция, трансартериальная химиоболизация, комбинированные вмешательства, одномоментные или разделенные по времени, ну и диагностика лечения отдаленных олигометастазов, это тоже очень важная и интересная тема. Ну вот пример диагностики первичных гепатоцеллярного рака, пациентка обратилась к нам с центра СПИДа, она наблюдается по поводу вирусного гепатита, и у нее по данным КТА в артериальную и портальную фазу ничего нет, а в отсроченную фазу есть какое-то образование в печени, которое полирацию никак не тянет на пятерку, на три, то есть ей ни один рентгенолог не напишет, что у нее гепатоцеллярный рак, она обратилась сама, потому что у нее вырос альфа-фитопротеин. Что в данном случае делать? Вообще непонятно. Признаков гепатоцеллярного рака нет, а альфа-фитопротеин растет. Вот здесь преимущество плоскодетекторной компьютерной томографии, артериальная фаза, мы делаем это сканирование и видим внутри вот этого гиповаскулярного, ну такого узла, скажем так, гигантского узла регенерата, два гиперваскулярных узла, которые являются опухолевыми. Но, опять же, если мы берем все стандарты, все допустимые критерии, то признать это гипоцеллярным раком невозможно без биофии, поэтому необходимо биофии, чтобы решить о дальнейшем лечении. У пациентки там выражен цирроз, собственно, вот как взять биофию. Под УЗИ это образование не дифференцируется внутри вот этого гиподенсного опухолевого узла. И использование технологии по ДКТ, о которой мы сегодня говорили, вот я имею в виду в плане биофии, позволяет попасть в этот узел, выполнить биофию и зафиксировать этот момент в 3D массиве, для того, чтобы убедиться, что мы оттуда забирали. У пациентки выраженная тромбоцитопения, у пациентки выраженный риск кровотечения, цирроз, и вот здесь двукратно биофия может закончиться не очень хорошо, поэтому всегда надо стараться за один раз выполнить забор тканей. Это было сделано именно вот так, то есть с лазерной подсветкой, очень удобная технология в новых ангиографах, значительно снижает лучевую нагрузку. И вот один кусочек ткани был получен, и у нее там, здесь не видно, но там высокодифференцированная аденокарцинома, гипоциллярный рак высокодифференцированный. Вот еще, это диагностика, роль капиллярной фазы в диагностике мультифокального канцерогенеза. Михаил Михайлович, вот о чем речь идет, это не метастазы, а те мелкие узлы гипоциллярного рака, которые не видны другими способами. Здесь вот у нас пример огромный, ну большой опухолевый узел, который виден в артериальную фазу, но если мы снимаем в капиллярную фазу или в японскую, по которой я говорил, она для гипоциллярного рака тоже очень эффективна. То мы видим дополнительный узел, 11 мм, гиперваскулярный, классический признак гипоциллярного рака, но что интересно, в узле регенерации еще один узел. То есть это тот, это самый настоящий рак инситу, канцином инситу, которая еще не доросла для того, чтобы заполнить вот этот диспластический узел. То есть это совсем ранняя диагностика. И мы взяли из этого узла биопсию, вот который 11 мм, получили кровотечение, исправились с ним благополучно и получили подтверждение, что это гипоциллярный рак. Соответственно, вот так. Еще для чего полезно по ДКТ? Для стадирования опухоли гипоциллярного рака. В плане того, что мы можем разделить кровотоки, то есть путем оценки вклада в кровоснабжение различных органов и различных артерий, оценить, есть ли инвазия истинная в сосуды или нет. Ни один метод в сегодняшний момент диагностики на это не способен. То есть в данном случае тесное прилежание крупного узла гипоциллярного рака к левой, к правой почке, прошу прощения, очень похоже было на прорастание. Но если мы снимаем селективную ангиографию, делаем по ДКТ почки, то мы видим, что кровоснабжения опухоли нет, то есть, соответственно, прорастания с высочайшей вероятностью нет. А вот то, что касается диагностики внутребеченочных метастазов. На ангиографии мы видим один гиперваскулярный узел, то же самое нам дают специалисты КТ заключения. А если мы делаем по ДКТ в артериальную фазу, множественные, внутребеченочные, белобарные, ну даже больше метастаз в левую долю, поскольку они метастазируют как по типу фонтана, то есть как фонтанируют систему воротной вены и потом обратным током крови забрасываются и получается вот такая картина. Здесь химиоболизация, по тем сведениям, которые имеются на сегодняшний момент, в общем-то, не показана. Пациента нужно передавать онкологам лекарственную терапию проводить. В дальнейшем, может быть, можно вернуться. Но мы сейчас всех вот такую стратегию используем, согласно новой классификации BCLC, принято в 2022 году. Вот внутребеченочные метастазы. Совершенно другая картина, когда мы можем, имеем возможность выполнять такие сканирования. Очень важная опция оценка перфузии паренхимы. Вот эта функция PBV, о которой мы говорили, что она дает. То есть мы проводим одно сканирование нативное, второе с контрастированием. И путем субтракции в 3D-массиве получаем истинное кровоснабжение той или иной опухоли. В принципе, если мы говорим о нативных пациентах или тех, кто не использует липиадол, тут проблем больших нет. Но вот если мы используем химилизацию липиадолом, то при контрольной ангиографии вычленить липиадол, вычесть его из зоны кровоснабжения практически невозможно. А в данном случае система субтрагирования позволяет нам оценить остаточный кровоток путем вычитания липиадола или путем вычитания лекарственно осуществляемых микросфер, которые содержат контрастный препарат. Ну здесь пример, вот как выглядит эта опухоль, перфузируемая на фоне паренхимы печени. Дальше опции лечения гепсулярного рака. Ну, как я уже сказал, любые узлы любого размера, которые мы обнаружили, мы можем установить антенну на любой аппликатор и выполнить абляцию. Сегодня мы это уже видели в режиме реального времени, ну точнее в операционном, я не буду повторять. Вот еще одна опция, когда мы выполняем микроволновую абляцию, но гипертермические абляционные технологии, они по своей функции таковы, по своей возможности, что они сжигают все. И опухоль, и здоровый паренхим, и вычленить край, вычленить опухоль, которая уничтожена из паренхим, ну практически часто невозможно. Здесь вот нам может быть полезна вот эта технология Fusion, когда мы берем визуализацию опухоли до абляции, затем накладываем на зону абляции, и видим вот эту уже отсутствующую опухоль, мы видим внутри зоны абляции, можем рассчитать ее край. Соответственно, собственно, мы можем понять и сами себе честно сказать, мы сделали процедуру, представляли край абляции хотя бы 5 мм или нет. И тогда мы не можем говорить, что мы сделали абляцию, а мы можем сказать, что мы только попытались ее сделать. Ну вот пример сегментации в индуституте с навигацией только что показывал. Вот здесь пример очень раннего рака BCLC0. В данном случае мы выполнили сначала химобилизацию. Это вот этап введения химобилизата, а затем выполнили и абляцию. Вот то, что я говорил, функция PBV. Здесь двухфазное сканирование, но оно должно выполняться до химобилизации и после. В данном случае до и после мы сравниваем полученные массивы. Мы видим, что остаточного кровоснабжения опухоли полностью нет. Вообще оно не кровоснабжается. То есть по тем данным, которые коллеги из зарубежа опубликуют, это является 100% предиктивным фактором полного ответа на лечение. Но это по данным зарубежных авторов. У нас пока такого опыта нет. Мы используем, как я уже показал, оценку накопления больше по равномерности накопления. То, что касается лечения метастазов колоректального рака и метастазов других гиповаскулярных опухолей. Ну вот приведу пример. Это один из недавних примеров. Пациент. Вот так выглядит у него несколько образований в печени. Он... Сделали ему операцию какое-то образование, удалили в печени. И вот хотелось бы понять, что там происходит. А происходит там вот что. Вот. Четыре опухолевых узла и одна зона резекции, которая удалили узел. То есть принципиально видно, что зона резекции, ну и будь то киста, будь то гемангиома, она будет четко отличаться от метастатического поражения, которое имеет вот это самое пресловутое передуморальное контрастирование. И здесь очень важно подчеркнуть, что минимальный узел, который здесь виден, 2,3 мм. И если сравнить, соответственно, с компьютерной томографией, мы видим, что разница, она не в разы, а она принципиальная. Переход количества в качество. Вот. Таким образом, с использованием ПДКТ возможна топическая дифференциальная диагностика метастазов до 3 мм. Применяя методику передуморально-кольцевого контрастирования метастазов, возможно проведение высокоэффективной локорегионарной терапии. Ну вот этот пример я уже показывал, когда если мы видим дополнительные узлы 7 мм и здесь 4 мм, на моменте проведения энергетической абляции, безусловно, мы сразу меняем тактику увеличения. Если этих узлов не тысячу, как сегодня вот было продемонстрировано, что там, ну в принципе ничего нельзя сделать, а их три, мы просто все три поочередно уничтожаем. Ну вот здесь пример, соответственно, насколько качественно можно увидеть и особенно креобляция позволяет увидеть призрак опухоли и четко оценить край абляции. То, что касается опухоли почек злокачественных, ну или вообще опухоли почек. Вот здесь пример биопсии пациенту противопоказано было хирургическое лечение, поэтому мы планировали выполнить абляцию. И без верификации это делать, ну не совсем правильно, наверное, и неправильно, точнее. Здесь пример вот этапа забора биопсинного материала, то есть поэтапно подвели проводниковую иглу, ввели иглу и потом произвели выстрел, контрольное сканирование. У пациентки оказалась доброкачественная опухоль ангиомиолипома. От процедур дальнейших отказались, возможно, спася ее от каких-то серьезных осложнений. Если подтверждается рак почки, что нам нужно? Мы используем ту же технологию по ДКТ наведения, планирование траектории установки аппликатора для проведения абляции. Это не печень, она намного проще, вся технология, поскольку можно использовать прямые углы, не мешают ребра. Очень просто устанавливается криозондов, где сейчас здесь были мы, в общем-то, раньше использовали только криосистему. Вот пример визуализации опухоли, установки в нее криозондов. И, соответственно, опять же, используя ту технологию, о которой я говорил, для печени, фьюжн-технологию, мы можем, когда уже заморозили, получили визуализацию ледяного шара, наложить изображение опухоли на ледяной шар и увидеть, насколько, в каких пределах тканей эта опухоль обработана, какой край абляции мы имеем. Соответственно, судить о том, достаточно ли этой процедуры, или нужно поставить еще один криозонд, или нужно переставить какой-то криозонд и так далее. Опухоли легкого, ну, помимо биопсии, о которой мы сегодня уже говорили, возможности выполнения биопсии, мы можем устанавливать аппликаторы любого раза, ну, любые аппликаторы в целевые очаги. Это и касается опухоли легкого. Мы использовали, если есть возможность, криосить крио. Криоабляцию, она самая, наверное, перспективная и наиболее эффективная, поскольку наименее травматично, хорошо видно зону абляции и, в общем-то, нет вот этой необходимости коагуляции каналов массивных, как при микроволновой абляции. Очень перспективная технология. Ну, и другие возможности, если мы убедили тех, кто сидит здесь, кто смотрит в этом, то я буду считать, что конференция прошла не зря, а убедить хотелось в том, что другие возможности, в принципе, ничем не ограничены. Ну, здесь, в качестве примера, пример эмболизации опухоли таза, то есть быстрая внутрисосудистая навигация, вот эта эмбогает программа, позволяет очень быстро найти питающие сосуды. А еще очень важно, когда нужно быстро сориентироваться, найти кровоточащий сосуд, то есть достаточно, соответственно, выполнить по ДКТ в артериальную фазу, нажать две точки, там, где стоит катетер и там, где экстравазация, и он автоматически быстро начертит тот путь, куда нам нужно быстренько провести и провести микрокатетер, сделать эмболизацию. Ну, вот здесь пример вертобропластики, очень удобная технология для проведения данного вмешательства. И вот тоже сегодня об этом говорили, пункции дренирования нерасширенной чащины лоханочной системы. Ну, мы и дренировали, и нерасширенные, как тоже показывали уже, желчные протоки, ну и так далее. Ну, вот Иван Александрович сегодня подробно говорил об этом, это тоже такое достаточно интересное, перспективное направление. Ну, я его показал только для того, чтобы сказать, что действительно возможности не ограничены. Поэтому особенно, собственно, хочется сказать о том, что технология молодая, она очень быстро развивается, ну, в частности, вот системы созданы роботизированные, которые не ограничены уже ни по скорости сканирования, потому что здесь уже трехсекундное сканирование, даже у нас шесть секунд, а здесь три. Не по объему сканирования, а, собственно, по ДКТ самая уязвимая ахиллесова пита – это артефакты движения. То есть чем быстрее мы отсканировали, тем меньше артефактов движения, тем качественнее картинка. То есть пациент должен быть неподвижен, либо скорость должна быть такая, чтобы он не успел двинуться. И, соответственно, роботизированная система позволяет нам сканировать по оси Z, продвигая одновременно, то есть это очень большой объем как по оси Z, так и по оси X, и, соответственно, выполнять уже до десяти, если я не ошибаюсь, ну, во всяком случае, я слышу об этом, до десяти фаз сканирования, заодно введение контрастного препарата. Это, ну, важно и для головного мозга, и для печени. Поэтому, в общем-то, применение по ДКТ открывает принципиально новые возможности для улучшения результатов диагностики и лечения опухолей различных, локализаций. Ну и перспективы, заявлено было в программе, ну, перспективы, они давно уже определены, в общем-то, вот это могу только их зачитать. То есть снижение лучевой нагрузки, это крайне важно, и над этим работают. Каждым годом детекторы все более эффективные, то есть доза, соответственно, падает, и мы стоим только, думаю, в начале пути этого. Улучшение контрастного разрешения, чтобы оно стало равным или превысило спиральные томографы. Обязательно снижение числа артефактов, трекинг дыхания в режиме реального времени, чтобы пациент мог не задерживать дыхание или, двигаясь, не смещать целевую точку. Синхронизация с роботическими системами наведения, синхронизация с УЗИ, синхронизация с оптическими навигаторами, электромагнитными навигаторами. Ну и, наверное, что самое главное для нас, для нашей страны, наверное, это поставить на первую очередь, признание ПТКТ как полноценной технологии и адекватное обучение врачей и среднего персонала. Только тогда, наверное, все остальное заработает. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok